Астрозеники 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 Нам предоставлена бесплатная гуманитарная помощь на 2 миллиона долларов, которые мы будем, надеюсь, эту вакцину использовать, но, естественно, также анализируя ситуацию, которая происходит с этой вакциной. То есть, надзор за использованием этой вакцины – это очень хорошая вещь. Значит, все страны на контроле, они видят эти результаты. То есть, эти результаты публикуются. Это очень хорошо. Поэтому я считаю, что мы должны дождаться этих результатов и преждевременно не делать выводы, как у нас в средствах массовой информации это идет. Тот или иной факт ловится и сразу пускается на обсуждение. Я считаю, это неправильно и категорически так лежит, подходить к этому вопросу. Есть обоснованный факт, давайте о нем говорить. А просто так выдергивать какие-то факты и говорить, что она вот такая, и пускать эту. Да, отказались, да, они сейчас наблюдают, да, думают, что дальше будет, какое заключение дадут. То же самое и Узбекистану, не исключение из этого ряда. Поэтому, второй вопрос, что касается когда, значит мы планируем, что будем начинать после праздника Навруз иммунизацию нашего населения. И что касается кто будет иммунизирован в первую очередь, мы уже об этом говорили. Это есть решение специальной комиссии при кабинете министров и соответствующий приказ Министерства здравоохранения, где определены категории лиц, которые в первую очередь будут иммунизироваться. Это первая категория, это лица старше 65 лет. Почему? Потому что больше всего осложнений смертельных случаев, это у лиц старше 65 лет. Поэтому это приоритет. Второй приоритет, это медицинские работники. При этом те работники, которые находятся в первой категории контакта с инфекционными больными. Это инфекционные больницы, это поликлиники и так далее. То есть следующая категория, это, мы уже говорили, сотрудники народного образования. То есть это учителя, по-простому говоря. Следующее, это дошкольное образование, это воспитатели, естественно. Следующее, это правоохранительные органы. Те, которые наиболее часто входят в контакт с лицами, с населением, ну, входят в контакт. Поэтому вот та категория лиц, которая была определена для иммунизации в первую очередь. Пожалуйста. Если позволите, корректировку одну еще дать. Я думаю, то, на что сегодня ссылаются СМИ, то, что происходит в нескольких странах, отдельно взятых по поводу астрозенники, я думаю, нам нужно четко разграничить приостановление вакцинации и отказ от нее, это разные вещи. Пока нет стран, которые отказались. Просто пауза произошла для того, чтобы определить вот причины тех симптомов, о которых господин Юсупалиев говорил. И только потом будет принято решение. То есть я хотел вот это уточнить, чтобы была правильная формулировка. Спасибо. Спасибо. Марфомат? Марфомат. Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . . . . . Спасибо. Спасибо. . 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...